...зорвавшийся в 1054 году, это записано даже в китайских предписах, в 2006 год. Уже когда появились в Альмении первые примитивные телескопы, здесь Сверхновый кедр, в 1604 год. А есть наши белорусские народы? Я именно как говорю про наши белорусские народы. Есть Сверхновый и их брата, тоже такое, на Сверхновом. Последний из Сверхновых в нашей галактике был в 1875 году. Но она взорвалась, так называемые, загор, угольным мешком, поэтому ее обычно не видели. Видно, что там статок. Так что, в этом смысле, события Сверхновых в нашей галактике, это довольно-таки частое событие. Ну, предварительно, можно оценить как одно событие в 100 лет. Но нам не везет. Со временем, у нас взрывы Сверхновых близких не происходило. То есть, наиболее известная Сверхнова, которая произошла наиболее близко к нам, она произошла в соседней галактике, в губиланных облаках. Это, примерно, 50 км на всех. То есть, недостаточно для легких облаках. Ну, в этот момент уже человечество было вооружено всевозможными приборами. В частности, вот этот метрик, который станет телескопом. Как видите, она состоит очень из интересных структур. Вот видите, вот сам с интернета взрыв. Вот это первое кольцо, вот это второе кольцо, это истечение взрывающейся, будущей взрывающей звезды, дозревло примерно за тысячу лет, можно даже точно не установлено. А вот это вот, так называемый, хорб глаз, очки, коня, дождь или какая-то, это световое эхо. Вот эти вот, что тут идет, это наложение звезд нашего поля, нашей галактики. Ну, вот, настанчиво имя, вот, как видите, наблюдали все в сверхновых различных приборах. Наблюдали волкики. Наблюдали венгинги. Наблюдали витринные, как бы сказать. Наблюдали кризисационные волки. Ну, вот она, как выглядит сверхновая, в течении такого. Я, значит, начну с тройнего лекции, будет такое, что вначале расскажу про наблюдательные ферты, то есть, собственно говоря, что мы наблюдаем, а потом предложу модели, которые мы можем было бы потом вложить в эти наблюдения. Ну вот, это наблюдение, вот она взрывалась в 2007 году, это вот центральная часть, вот это я уже говорил про эпизод, вот это показывает наблюдение центральной части. Вот видно, что в 1996 году уже было несимметрия взрыва. Вот это темное Дагбенд, название темное пирсо, центральная часть начала делиться на два бабла, ударяющие звук от дыма, цельный. Это вот сверхновая, делаем во всех эпизодах, а это вот сверхновая в различных, в синем свете, в голубом свете. Это вот за 18 лет. Как видите, вот центральная часть в высшей степени несимметрична. Это вот тоже инфракрасная часть, а это вот чадра наблюдения в рентгене. Видите, отсутствует центральная часть, а вот эти темные источники, это источники связанные с 1887 года. Но это последующая уже неустойчивость, возникающая при собирании вещества вот в этом истекшем раньше конце. Это вот тоже, видите, рентген, а то же самое чадра. Видите, также полное отсутствие компактного источника. Но почему это важно? Потому что, я помню, я был как раз на 1887 году, когда она разорвалась, а в 1889 году в Санта-Крус, в реформе, была конференция, большая, посвященная как раз изучению событий с 1889 года. И многие люди отвечали, вот через 3-5 лет мы увидим детронную звезду. Отметились и наши ученые, отметились и Номоты, отметились, и Номоты, и Номоты, и Святей Ивратов. В общем, все сочислены должны заявить, что через 5 лет мы видим детронную звезду. И вот, как видите, прошло больше чем 5 лет. И никакую нейтронную звезду не видно. Что такое нейтронная звезда? Нейтронная звезда была бы компактным остатками. Нейтронная звезда должна была на себя натягивать. Падающее вещество. Это падающее вещество, за счет того, что у вас эволюционный потенциал, например, в соответствии с 20% в конце квадрата, он как раз попадает в рентгеновский диапазон. Но никакого, как видите, рентгеновского центрального источника не видно, нет. Возникла проблема. А это вот еще интересное наблюдение было. Это на нашем спутнике Мерквант наблюдалось очень ранее, буквально через где-то 2 недели, появление линии Меркобальта. Значит, в процессе, наверное, взрывается, если у вас никель, кислородное и лидер, процесс кармональных реакций образуется не железо, а образуется никель-56. Никель-56 очень быстро, короткое время распадается в кобальт, а кобальт имеет достаточно время жизни. И вот он был виден изнутри, когда у вас большой этап для этих даже фотонов, что, кстати, а вы знаете, что чем более жесткие фотоны, то больше у меня есть способность. Так вот, даже таких жестких фотонов, если они были внутри, они не были видны. А вот их вы видели, вот тут показаны, как и сигналы, это говорило о том, что каким-то образом, совершенно непонятно, вот это вещество из центральной части выброшено было на поверхность, что противоречило существующим в то время моделям. И вот тут показаны, видите, ограничения на возможность существования центральной статуры. Значит, это видимый, это Хаббловский телескоп, прямой, по-оптическому, он на таком уровне, если не видит, никакого попава остатка. Чандр, это рентгеновский диапазон, не видит, никакого остатка. Интеград, это жесткий, более жесткий статаринген, Хаббер, Харксайд, Хаббер, он такого не видит. И так самим методом, это последовательный, он тоже показывает энергетический позон, помимо такого повода. После этого, да, теперь вот я перейду к нейтринам. Значит, основным как бы утверждением того, что должна была быть нейтронная звезда, это вот регистрация нейтринных событий. В то время существовало, видите, четыре установки. Ну, существовала еще установка, так сказать, американской регистрации солнечного нейтрина, Дэвиса. Но она под это не подходит, потому что Дэвисовская установка, она устроена таким образом, там нейтринно-маломощная, энергетически-маломощная, там идет набор событий примерно несколько месяцев, потом происходит перекачка и отлавливает ядерогоны. И смотрите, что получилось. Вот в тот момент, наиболее хорошей была ЛСД, это советская, итальянская, она была специально сделана под руководством Академика Зацепина, специально была подготовлена для регистрации событий именно от сверхновых. Там еще ничего не было. И потом уже, после того, как были заявлены японские, они заявили, что они видели события за пять часов до вот этих событий. Оказалось еще очень странная вещь, что в это время на всех оставшихся трех, боксан, комиаканды и АМП, боксан, комиаканды, оказалось, что все вот эти часы были сбиты по отношению к его самому времени. И пришлось сочетать, договорить и так далее. Но наиболее оказались пронырливы, я по-другому не говорю, пронырливы. Японские ученые, они за это получили Нобелевскую премию. Они построили события из эксперта, который был рассчитан, и мишенников надежности. Но вот эта установка была до руки плохая, плохо защищенная установка. То есть эта установка специально создавалась по проблеме времени и жизни протона. Вы знаете, что есть теория Сахарова, Кузьмина, что есть возможность, чтобы объяснить отсутствие антивещества в нашей Вселенной, что протон нестабилен, а одно из следствий, что протон нестабилен. И вот выясняли большущую установку и искали события распада протона. Но в силу того, что энергия распада протона, это примерно теория, да вот теория у нас спокойно. Поэтому их не очень волновались события типа 2, 5, 10 метров. Несоизмеримые. А вот фон именных нейтринов от атмосферы голоса. Я видел запись этих событий, которые установлены. Это по тысячам таких вот этих. И вот здесь у людей, как видите, вот такие вот. Раз, два, три, вот так вот. А там, на самом деле, все исчерпанно. Как они выписали эти события, вот эти 12-11 штук событий, это становится загадкой, конечно. Потому что, на самом деле, там были сотни тысяч событий. И там, как воздействует стенки, выходит, не выходит. В частности, в 1990-х годах на Баксане была конференция по тоже проблеме подземной физики. И сейчас там был доклад руководителя японской группы по этому публикану эксперименту. Значит, и когда покойный Александр Евгеньевич Чудаков попросил его восстановить плоскость, в которой возошел событие, ну понятно. Там же не событие, можно было восстановить в каком-то. Так тот, совершенно не думая, показал, говорит, и все эти события лежали в плоскости, совершенно не направленные. Он говорит, так это у вас грязь. Я говорю, просто события, скажем. Ну, это вещь, как говорится, историческая. Но вот, под то, что, несмотря на это, люди с Пегаганта получили Нобелевскую премию за ремью. Ну, они, не просто они, конечно. Тут, понятно, была такая ситуация. Прежде всего, как дали Дэвису, который много лет регистрировал события от солнечной витрины по идее Бруна Максимовича Паттекорова. В конце концов, это было обнаружено и возникло. И заодно дали и вот. Я думаю, что заодно. Значит, вот теперь очень интересно, как работают теоретики. Это вот работа, сделанная, так сказать, бывшим директором Баксанского телескопа Евгением Алексеевым. Вот смотрите, он взял события, запись шума. Это вот запись шума. Вот видите, сделал сдвиг по времени между Баксанским телескопом и РСД. Они понимают, что очень хорошо совпали шум с собой. Здесь потом взялось сдвиг по времени РСД и гемиаканы. Вот здесь на 90 секунд. Здесь вот. И вот видите, двигая шум, можно добиться хорошего совпадения. Это пример того, как иногда работают экспериментаторы. И он утверждает, что на самом деле, там была регистрация еще глюкционного излучения. Но глюкционное излучение там вообще не должно было быть, потому что это очень далеко. И вот рассчитывая сигнал там намного порядков меньше от этой сверхновки. И он утверждает. Вы уже молодые можете это проверить. Что на самом деле это происходит в искривлении пространства. Это искривление пространства даже мелкое, которое невозможно регистрировать на сверхновку. Но оно приводит к тому, что меняется время в это, так сказать, приборозвание лужницы. И меняется время в прямом пространстве. И меняется время жизни, так сказать, мионов, атмосферных мионов. И это приводит к вспышке такой вот. Баск-баск, так сказать, не ядерина, а миомизона. Ну и тут его идея не моя, просто интересная работа. Вы можете эту работу посмотреть. Ну теперь, вопрос теперь возник такой. А собственно говоря, а как объяснить? Как бы коллапс был, нейтронная звезда должна была бы образоваться? А ее сейчас не видно. То есть надо, чтобы не было вещества. То есть оно даже было выведено. Ну вот здесь вот эта работа. Как видите, большое количество авторов. Они, значит, этот вопрос не решали. Но они сказали, что есть определенные ограничения на количество оставшихся вещества. Но, с другой стороны, с физической точки зрения не узнаем. То есть, если есть ограничительный остаток, возникает в оболочке волна разряжения, которая на себя натягивает. Вот такую задачу мы решили рассчитать. Вот взяли начальное распределение плотности и температуры перед взрывом. Взорвали. 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 В этом месте. Взорвали. 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 Мы моделируем паразм. Взорвали. То есть, вставили или в поршник в пусту, или поднимали температуру. Оказалось, вот этот механизм генерации взрывной волны не важен. Он очень быстро переходит по обычной адвокlv fue encuentra, и забыл, каким образом мы генерировали эту энергию. Но мы её генерировали таким образом, чтобы вот энергию выброшенной оболочки соответствовала наблюдения. порядка 10-51-го эра это начальное распределение плотности, а здесь распределение температуры распределение температуры бралось из расчетов грузов вот это движение в низком моменте нашей волны это проборическая скорость отмечает то вещество, которое не достигло проборической скорости не достигло, которое должно остаться в окрестной синтепной звезды и в последующем окрестировать окрестность и синтепности а вот это вещество создает оболочку сверта, которую он наблюдает Мы просчитали, сделаем массу компактной оболочки, которая достигает карбарической скорости. Как видите, очень быстро выходит в постоянную величину, и в течение многого времени она остается постоянно. Примерно масса ее в порядке, немножко меньше массы Солнца. Масса Солнца это 2 на 10 лиц, и здесь опять. Немножко меньше. И держится вещество постоянно. Значит, он имеет такую оболочку, да, просчитать полностью, то есть делить это вещество до момента начала открытия мы не можем. Почему мы не можем делать? Потому что характерное время, это динамическое время, это секунды. А мы должны просчитать 20 лет. То есть 20 лет просчитать с шагом в секунду невозможно. Поэтому надо как-то уже думать, как сделать. Мы рассчитали расширение этой оболочки, в которой скорость меньше карбалической скорости. Рассчитали окрецию из этой оболочки с такими соответствующими параметрами. И получили таблицу. А в качестве параметра взяли то, что мы рассчитали, момент остановки оболочек. Вот это вот. Радиус остановки оболочек. 10-14, 10-15, 10-16, 10-16. Мы рассчитали примерно до 10-15. Какие копии? Вот мы получили предел на рентгенскую святительство. Он замену превосходит, о которой я говорил вам, 10-34. То есть на три порядка. То есть прятать, брать вещество при наличии компактного остатка, пусть это даже не именно здесь, а чёрная дыра, она будет работать таблиной, невозможной. Ну это вот мы показали, что происходит движение вот этой волны на разгрузке пола оболочки. Вот видите, два момента. Первое, видите, вот она движется в полочке, которая затягивает таблицу назад. Это вот отрицательная скорость. По этой решающейся вырочке идёт и заказывает таблицу. Ну, нам ещё не оставалось как вот сделать некоторую автомодальность, то есть вот эти вот наши расчётные тучки, а это мы взяли законодельный закон уже. Когда мы это считали больше суток, как видите, примерно на хорошем уровне, он уже степень будет получаться. Мы взяли этот закон и минимум оценили. И вот получили, там, с точки такой, и получили аккрецию. Эта аккреция соответствует такой вечеринке. То есть это тоже заведомо. То есть почему спрятать при сферической аккреции невозможно? Есть ли честь, что эта звезда вращалась? Тогда я думаю, что должно было бы образовать аккреционный диск с массой Белеской и Солнечным, он был заведом виден во все эти любые телескопы. Значит, вот возникла проблема. Собственно говоря, что неправильно? Гидродинамики неправильно. Нетеринный эксперимент неправильно. То есть или нетерина может образовываться не обязательно в колопсе, а в каком-то другом. Так что вот, в чем загадка Северного 87-го года. Есть нетеринеризмность, но нет компактного астана. Что делать? Неправильно ли наша современная гидродинамика, которая трактует вопросы аккреции однозначно? Или что-то другое? Так, это первая наблюдательная часть моего доклада. Может, кто-нибудь хочет задать вопросы по этой части? Я с тобой себя отвечу. А что это сейчас будет уже крутой? Какие вопросы есть? Просто создается впечатление, что все эксперименты по... Вы сказали так, что будто бы все эксперименты по нейтриноподогнанным. Можно взять любой шум, подогнать, задвигать по времени любые эксперименты. Насколько можно видеть в том, что вообще что-то видим? Это вопрос людей, которые заявляют. Никому нет. Люди, которые работали с обработкой этих данных. Я не могу. Я им не верю. Люди и верят в эти эксперименты. Это вопрос ужасного центра. Я поэтому говорю, всегда надо относиться очень осторожно к наблюдательным данным. Вообще, раньше существовал такой статус, что наблюдательный эксперимент, считаясь недавно, если он не повторён, в двух других независимых городах. Сейчас, к сожалению, в этой истории проводок веществует. Это приводит в то, что сейчас на дисциплине мы не знаем, что просто попадается. Ну, это первое. Крозу нашей жизни. Теперь я остановлюсь на вопросе. Ну, собственно говоря, как понятно, что первый эксперимент произошёл близкий взрыв сверхновой, а на вопросе нашей, что с такой взрыв сверхновой, непонятно. И поэтому я сейчас попробую рассказать, как мы представляем сам механец взрыв сверхновой. Взрыв сверхновой – это одно из самых высокоэнергичных событий в человеческой истории. Плотность энергии, соответственно, такова, что никогда ни на каких ускорителей подали энергии. Энергии, наверное, частицы будем иметь и больше, но плотность энергии, которая выполняет возможности, зависит от законов физики, для которых достигается сверхновой. И когда-нибудь, в сверхновых рождаются бетонные звёзды, возможно, черные дыры. В сверхновых происходит рождение элементов, которые мы обязаны. В сверхновых проверяется эндринамика и теория переноса в экстремальном условии. Поэтому в сверхновых есть прекрасная лаборатория для определения наших, скажем, как бы знаний у бога-стория экстремальных условий. Этого мы не знаем. До сих пор не знаем. Поэтому очень важно, конечно, попробовать найти механизмы и простроить технологические условия. Значит, ну, в первую очередь, если что, в сверхновых связанных с Казахом, было указано БААЭ, одновременно себе об этом сказал Ландау, и Ландау, в частности, появилось в облике, в Гурговороте, теоретики. Технический путь идет как раз раздел, посвященный нейтронной звезды. Собственно говоря, если Солнце нажмете до десяти километров, как я себе говорила, у вас все атомные оболочки будут сорваны, у вас будет единая ядерная материя. И в этих условиях она будет состоять из нейтрона. Вообще, в пределе, за счет принципа Ферми, отношение нейтрона к протону, примерно на восемь нейтронов один протон. Значит, вот в шестидесятом году на Фаулера, когда это ученые были скупили, это была основная, его честь, потому что они ему формулировали основные скупили, как внесение фундаментальных знаний в создании астрофизики высоких энергий. Были предложены два механизма развития. Или тепловая неустойчивость. Значит, что по тепловой неустойчивости? Когда вы начинаете сжимать ядро, у вас возникает в условиях такая плотность вещества, что плотность энергии Ферми больше, чем энергия тепловая. В этих условиях вещество становится выраженным. И энергия уже в взаимодействии с этого электронного пота будет определяться не температурой, а будет определяться только плотностью. Температура не будет зависеть. И поэтому в этих условиях возможно развитие теплового неустойчивости. У вас начинается термоядерная реакция, у вас происходит выделение энергии, то есть нагревается, а вещество это не чувствует, то есть давление зависит только от плотности. И постепенно достигает такие условия, что когда у вас скорость выделения ядерной энергии становится более быстрой, чем время расширения, которое вы могли бы выразить. Вот это тепловая система. Понятно? Ну а второе направление – это коллапс. И казалось бы, что такие статистические направления развития, элитические механизмы, они, казалось бы, хорошо согласились с наблюдением. В частности, тепловая неустойчивость соответствует технологии сверхнового первого типа, с полным разрушением. А вот коллапс – это соответствует процессу взрыво-сверхновой с образованием электронной звезды. Это вот сверхновый второго типа, сверхновый первый тип, ну, например, 1а, 1b, 1b, 1b. Принципиально они, на самом деле, от кривой блески отличаются. В силу того, что вот эти компактные, там их кривые блески, кривая блеска, в зависимости от сведимости звезды, от времени, они имеют куполообразный вот такой вид. А вот в силу того, что вот эти сверхнового второго типа, они имеют протяжённые оболочки, у вас возникает опыт, а потом очень длинное-длинное колено, то есть постоянная плотность. То есть вот точка, скажем так, просветления, все время отступает внутрь оболочки. И это может отдаваться месяц, даже и больше. Это вот принципиальная точка. Ну, значит, первое число, да, значит, моё основное место, в котором я работаю, это метод моделирования, чисто моделирования их с собой. Ну, вот первое чисто моделирование сверхнового первого типа было принято Армутом. Он моделировал, так называют, детенционный режим горения. Вот, что такое детонация? Надо объяснить немножко, нет? Надо. Значит, вот у вас распространение 90 метров, распространение, скажем, плаги, термояльного горения, может происходить двумя способами. То есть один способ, как спичка, когда вы раздвигаете спички, почему дальше спички горения? Вопрос, что у вас теплопроводность, соседние слои, нагоревает, а нет, загорается. А вот детонация там происходит таким образом. У вас идет ударная волна. Ударная волна, когда идет, она тратит свою энергию на движение, оно же двигает вначале неподвижное вещество, оно должно потратить свою энергию. Но потратить свою энергию, оно уже получает добавочную энергию от вновь сжатость горящего вещества. Вот этот режим называется самосогласованной медитацией чем-то уже. Понятно, да? А вот если у вас перенос энергии происходит быстрыми частицами, типа пробленностью, фотомами, нитремя, армия частицами, это еще называется деплорация. Ну вот в первую очередь, тогда я здесь не буду больше. Ну вот я, значит, вначале расскажу сейчас о модели детонации. То есть мы отказались от этой модели, решили, что армия ошибся под подходы, и, в самом деле, установили, это еще до нас установил академик Чёрный, что вот в веществе, в веществе, развивается баллопирующая неустойчивость. Что такое баллопирующая неустойчивость? Вот видите, это вот ширина фронта. А это характерный вредник. Время наносекундных. Почти наносекундных. И смотрите, мы поставили начальство этой трансцендерной волны, потом она начала осценировать и потом отрывается. То есть остается просто горячий фронт, а динамическое возмущение выходит вперед, видя в начале свободы данного волны, тут происшествие просто акустическое. То есть веществ фронт не поддерживается. Это физически понятно. Как я вам говорил, в выраженном веществе, это основное давление, связанное с давлением выраженного электрона, который вот это вот горение не чувствует. То есть естественно не чувствует. Ну и сейчас термин флаграции в таком модели был предложен якобы ищитель Львович, и сейчас этот термин вообще принят. Так что причину нашей советской школе причину теорию зерно-светного на основе компактных выраженных ядер. это вот примерно то же самое, то есть изменение, это вот субсисклассованное горение, это вот скорость четвертого журнета, приобретен в обычном веществе, запасным химическим током, в зависимости от его удовольствия, возникает такое понятие скорость четвертого журнета. Видно тут скорость четвертого журнета, это тоже связано с раскладом с детонацией. Ну это вот наши расчеты. Значит, когда мы поняли, что вот так возникает такая проблема, проблема то, что на самом деле детонация не работает, сразу возник вопрос, а взрыв является симметричным, то есть веществознание метра. И мы провели трехмерные трёхспланномерные расчеты. И вот это результаты наших трёхспланномерных расчетов. Это вот поле скорости, эти велочки, а этот вот свет показывает подъем, у нас в силу того, что у нас задача без теплопровода здесь была, а вот свет показывает энтропия. Энтропия соответствует веществу на гран-человеке. Так что это показывает, как выносится вещество сгоревшее в поверхности. Вот этот механизм объясняет, почему появилось так рано излучение от пола. Вопрос есть? Да. А что это трёхспланномерные? Двухспланномерные, двухспланномерные, а, извините, двухспланномерные. Значит, двухспланномерные — это задачи трёхмерные, но мы предположили, что по углу у нас полностью симметричные отсутствует производительность. То есть все компоненты, все трикмерные, но отсутствуют производные углы. Понятно, да? Вот это называется 2,5 мерный способ. Тут показаны два фильма. Один фильм показывал взрыв с твердотельным распределением, а второй такой же был взрыв, который показал распределение вещества, они принципиально отличаются для дифференциального способа на вращении. И мы видим, что в зависимости от того, какое запомное вращение в ядре взрываешься, мы не можем заранее сказать, сколько вещества взорвется и перейдет потом в энергию излучения, а сколько останется. А ведь, как вы слышали, и Старобинский говорил, и Рубаков были, мы эти взрывы сверхновых используем как стандартные свечи. Но как мы можем использовать их как стандартные свечи, когда мы не знаем, а сколько же вещества взрывает? То есть мы не знаем варкость этой лампочки. Оно зависит от своего механизма взрыва, от скорости вращения, от закона вращения, водительства. Вот почему они не могут быть стандартными свечами. Понятно, да? Ну это мы сделаем давно, ну уже несколько лет назад. А, да, вот это довольно взрыв будет, так сказать, дефинциально. Ну, как бы, несколько другого. Ничего, не скучно смотреть фильмы без звука. Звук выдавится, да. Ну да. Как видите, совершенно не внутри взрыва, количество вещества. Но что здесь интересного? Вот то, что происходит, видите, в полюсе трассе, и вот затягивается, затягивается вещество, затягивается вещество вдоль экватора. Вот это вращается, вот это вот с вращением. И если у вас рядом расположены, а они, в самом деле, вот это, то есть, правда, рядом, оболочки гелия и водорода, это может приводить к супер сверху, который наблюдает. Мало того, что не было бы привести к тому, что в процессе такого горения, горения термоями водорода, при таких условиях, таких условиях, возможно, появление и нейтринного извлечения. Потому что в этом процессе, при таких вот на всяких температурах, будут идти очень быстро. То есть, при этом 10-3, 10-2, если не показаться, будет происходить очень быстро. Вещество. Так что это, как же, указание на возможность появления нового механизма возможного объяснения нейтринного извлечения и без коллапса. Ну вот, это вот показанный петель, который был в 2009 году в Nature, то есть, у меня 5 лет раньше такой, как говорящийся, это, как всегда, борьба, которая не будет. И если, как кошку носит, не толкнушь, не волнуйся, естественно. Неважно. Значит, этот год наш, как раз, работает. Вы смотрите, какой год. А, вот эти 79 годы, в котором мы как раз утверждаем, что, возможно, и термоядный взрыв, массивные оболочки, как было в 1987 году, с полным разрушением и бескомпортно. Когда и гликобаль, и другие движения, и, возможно, нейтрином, то есть, будет лишнее оболочки. Ну, это, наверное, перерывно. Да, можно как разобраться. А я, потом, в скоростью, мне второй тип оболочки. Значит, прошу, задавайте вопросы, потому что хотел, чтобы было понятно. Если все так просто, чтобы все понятно. Так, ну, вот здесь я, значит, остановился, похвалился, поеду дальше. Значит, ну, здесь показано, показано, значит, нашли результаты работы. Ну, это продолжение сверхновок. Теперь я буду болеть про сверхновок второго типа. Сверхновок второго типа. То есть, чтобы у вас одновременно образовалась нейтронная звезда, была курортная оболочка. Это такой результат, такая модель, и получена, в соответствии с рубежом, и получена до сих пор. Те модели, которые, так вот, наиболее, так вот, обсуждаемые, то же самое, густые и так далее. Они делали очень примитивно. Они брали ядро, на границе ядра ставили искусственный пистон, то есть поршень, и его двигали. Ну, смотри, вот это вот. А ведь нам надо, чтобы в процессе, так сказать, коллапса произошло естественное разделение вещества, которые будут выложены, которые идут в нейтронную звезду. И вот этот модель, к сожалению, назад, может, к счастью, не получен. Но вот у нас, в нашей стране, мы работаем, так сказать, по одному направлению. Одно направление, которое связано с направлением работы профессора Касмарта Кула, второе направление связано с моими работами. Значит, при истории вопрос не будет, а скажу, но расскажу, значит, что происходит. Вот когда у вас образуется нейтронный коллапс, там вначале он идет медленно, и нейтронизация, понятно, когда вы сжимаетесь, у вас идет энергия фермина. Николай Борисович, энергия фермина, да? Фермина. Энергия фермина. Вот идет, растет энергия фермина. Понятно, да, почему-то у вас упаковка увеличивается. Когда растет энергия фермина, у вас происходит металлизация вещества. То есть у вас веществу электроны захватываются в ряды протонами, и у вас, то есть у вас образуются нейтронные сбычные ядра, которые начинают потом капать из ядра, и образуется избыток, за счет высокой энергии фермина, образуется избыток нейтронной материи. Но этот процесс идет равновесно до тех пор, пока вы достигаете плотности порядка 10 в 11. А дальше коллапс идет более быстро, чем простой процесс нейтрализации. И потом, как на всяк порядке 10 в 14, у вас происходит остановка коллапса звезды за счет ядерной плотности. И в этот момент уже за счет очень высокой энергии фермина достигает в этот момент 100-200 метров. Это колоссальная энергия. И вот в этот момент эта энергия фермина может рождать ядрину высоких энергий. Но и возникает вопрос, да, в силу того, что этот процесс происходит уже равновесно, то есть захватываются электроны не с поверхности ферми, а захватываются уже с середины фермина, у вас край поверхности фермина развивается. Это соответствует росту нейтропии. То есть у вас возникает ситуация, способствующая развитию энергетической источенности. Собственно говоря, то, что я предыдущий показывал, вот эти большие сплавающие, это тоже та же самая энергетическая источенность. То есть когда у вас внутри сгоревшее вещество сгорело, значит у вас возникла энтропия, а мерилом в галлюцином поле лёгкое и теплое вещество является энтропия. Если у вас всё происходит, значит лёгкое вещество, оно должно сходить. Обычно, когда вы делаете кровавые орехи, там поверхностные такие, там простые струи немедленно. В здесь же условиях, когда у вас есть вращение, и, так сказать, за счёт вращения у вас не чистая сфера, или за счёт центробежных сил у вас несколько эллиптическая конфигурация, развивается самая низшая мода, это дипольная мода. На это указал ещё Читар Сакар. Один из выдающихся учёных в гидро-мограмме, то есть в гидро-мограмме, очень естественное взаимодействие этого вопроса. И вот, следуя этой идеологии, мы как раз и получили разведение профмасштабной неустойчивости, объективной неустойчивости к таких вот условиях. Значит, здесь вот у нас, когда образовалась протонетронная звезда, вот, вот, извините, никто наш не видит, энтропия начинает растираться. То есть у вас в центре тоже возникает избыток, избыток температуры, избыток энтропии. Валерий Павлович, правильный округ, что у вас начинается конвентивный процесс, то есть изнутри... Вначале идёт коллапс, потом идёт гидроизментализация, а после этого начинается гидроизментализация. То есть вот то вещество, которое оказалось не нейтронно-произбыточное, выводит порядок или наоборот? Нет, наоборот. Нейтронно-избичное избиротное вещество за счёт процесса гидроизментализации привело к тому, что у вас процесс гидроизментализации был гидроизментализации, а оно нагрелось, получило добавчную терапию. Оно стало более лёгким. И оно начинает всплывать. Вот это мы провели такие расчёты, а к этому вопросу. Возможно, на гидроизментские плотности. А вот и вот. Я же не просто словарный расчёт показываю. Вот начальное распределение. Это распределение плотности. Это распределение вещественное ускорение. Связано с начальной равновеской. Это вот энтеропия. Избытная энтеропия. За счёт гидроизментализации. А это вот масса. Добор массы. Вот начальный вот этот пик. Начальный пик. Это то с вращением. А начальный пик делится. Видимо. То есть, начинает возникать таких же левом плавлено всплывающих. Вдоль оси машины. Видно. Вот это секунду. 3,65 миллисекунды. Время развития. Конвертивного кругомасштабного мегативного процесса. Ну, это вот плоскости. Батериальная плотность. Эта плоскость развивается. Что интересно. Видите. Здесь получается свастика. Оказывается, свастика это очень часто развивающаяся гидерономические вращения. Так что недаром древние индусы, у которых древняя культура, они его использовали как такой знак счастья. Это вот развитие плоскости проявленной части вращения. Вот возникают эти. Надо смотреть так. А вот это свастика. Здесь не нужно. Ну, а теперь, чтобы видно, что происходит развитие. Просто фильм сделан в том, что стал вращением. В начале, как видите, архитерский путь. А в общем начале не возникает здесь, да? Вот так как раз. Вот видите ноль. Вот возникает два таких баблоких мощных. Вот на конце этого всплывающего бабла возникает так называемая грибковая неустойчивость. То есть, когда у вас развивается неустойчивость. вот так называемая грибковая неустойчивость на переднем фронте. Это вот такой среди. Грибковая неустойчивость на переднем фронте. Она уже второй раз шутит? У меня еще есть, да? Есть, есть, есть. Вот видите, здесь возникли вот такие вот вещи. Это из того, что у нас были так называемые вложенные сетки. Мы считали, например, компьютер, на суперкомпьютере, значит, там порядка полтысячи процессов. Не очень аккуратно, так сказать, скрировали. Это сложно было. Это просто эффект визуализации на расчетах. А в расчетах могут быть несколькими. Вот видите, то есть, вещество, который уникибистов поднимает вот эти из центральной области. Но к чему это приводит? Ведь, как я сказал, у вас центральная область вещества богата нейтринами высоких энергий. 100-200. Вот если вы будете считать обычную диффузионную теорию, классическая работа вещественной технологии, пока диффузионным образом эта нейтринами высоких энергий выходит по метрости, она эту энергию теряет. Почему? Потому что, когда вы рассчитываете механистику протости, в каждый момент этот поток находится в равновесии с окружающим веществом. Потом он каждый момент отдает свою энергию от окружающих веществ. В нашем же случае, в нашем случае, вот это вещество, который содержит высокие вещественные изомления, вот эти короткерные подъемы – это миллисекунды. Не 10 секунд, как в случае диффузии, а миллисекунды. 10 минус 2 миллисекунды. И вот эти бабы содержат нейтрин высоких энергий. И они поднимаются в область таких высоких, где уже для этих нейтринов все вещество прозрачено. И они могут уже излучаться такими энергиями. То есть резко повышается эффективность взаимодействия нейтрин и таких энергий с окружающей оболочкой. В чем была проблема? То есть пытались получить… Вот у вас останавливается центральная часть ядерного полностей, а окружающая оболочка продолжает падать, ударяется, и как танистный мячик от стенки отскакивает, начинает расширяться. Но в силу того, что это очень высокие гравитационные потенциалы, высокие температуры, у вас энергия кинетическая излучается в виде нейтрино, и у вас, ну да, ну так и там, баунс, шок, превращается в гравитационную волну, то есть она останавливается. То есть нужна добавочная энергия. И вот нейтрино, которая в большинстве людей может помочь поддержать эту гравитационную волну и сбросить вот этого прожающего морочка, то есть помочь им баунс, баунс, шок, превращается. А вот нейтрино звучит как аминь? Безатронно? Безатронно, значит, скажем. Вот сейчас распределение, какое было плотности, это распределение клеток. Видите, скажу, в этих местах где-то пониженную плотность, то есть это еще облегчается, то есть пробег нейтрино становится более большой. Может быть пониженную плотность. То есть прямая плотность. Чем более синяя, тем более меньше плотность. Красная, это максимальная плотность. Поэтому здесь вот. Как это происходит многократно. Значит, мы рассчитали, что мы не белостонные, мы рассчитали модель движения, ну не движения, а эволюцию нейтрино-спирта в таком ходе. Мы взяли вот эти вот процессы, все процессы, которые мы учитывали. Взяли кинетическую равную негативно. Включили, так сказать, с интеграммом столкновениями с источниками. Использовали, так называемый, метод разложения по монетам. Использовали первый по монету. И рассчитали эту задачу. Чтобы получить энергию нейтрина на поверхности такого пузыря. Ну вот, это более подробнее с ними будет. Ну вот, получились какие-то расчеты. Это вот как функция времени на поверхности среди энергии электронов и негативных пузырей. Это вот энергия электронов, а это энергию. Как видите, время подниму, как я говорил, сколько порядка. Вот примерно поднимается в 1,5 и примерно в 2,6. Вот время среди энергии, где, соответственно, восстанавливается. Конечно, по сравнению с 3-дафиками МЭУ, которые, говорили, отдают эфизионные теории, что разные вещи, которые взаимодействуют. Вы, наверное, это знаете, что нейтринное взаимодействие с веществом пропорционально энергии нейтринов в квадрате. Вот, где есть 5 квадратов, где 80 квадратов. Так сколько усилуется эффект передачи энергии от нейтринов. А нейтринное, оно то же самое. Эволюционная энергия сжатие переходит в нейтринное. Оно должно измечиться. А какая она у меня самая проблема? Здесь, в тот момент, сравнимо как раз с размерами. Размерами? Да. Размерами, наверное, были. В зависимости от того, есть наружный нейтринный мир, это наше исключение. Вот это было доставленное место. Вот это центр, про который мы спрашивали. Получен какой-то пробег соответствующий. Мы взяли теперь эту модель. Значит, вот модель, которую мы рассчитали. Это, значит, вот у нас фронт нейтронная звезда. Вот это вот бабы, которые у нас есть. Это основная область свечей, хотя мы не будем сюда тоже светить. Это по космосу для излучения. Это максимум. Вот образуется по 10 метров значений такая мощь, которая сбрасывается в полючку. Он сбрасывается в полючку, не синтетичный, он сбрасывается в виде джетов. А локалитеральная область остается, как было бы. Это вот распределение скорости вдоль оси вращения. Вот, отмеченные квадратиками. Вот это вот параболическая скорость. А это вдоль квадратиками. Видите, вдоль квадратиками вниз до секс. Все очень хорошо подрастается. Вот энергетика. Видите, энергетика соответствует... В 48-м она действует... В 51-м, в 51-м, что соответствует энергетике. Вначале она выглядит джетом, а потом джет за счет внутренней температуры расширяется. Внутреннее давление. И образуется такая оболочка. Конечно, с выделенным, скажем, такой тип оперетона. Который выделен в этой инвентарной структуре. Да, с центра. А не будут останавливаться все так. Ну, это чтобы проверить, насколько, скажем, зависит наши расчеты от моделей разных. Мы тоже с того, как мы работаем в цирической системе. А это те саморасчеты, которые уверены в цирическом интернете. И возникают те же самые структуры. То есть, этот эффект в появлении лейбольной модели не зависит от выборости технического интернета. Ну, а теперь последнее. Наши расчеты. Значит, это отношение скорости. Это один компьютер. А это увеличение скорости. Это количество процесса, которое мы используем. Сколько раз происходит увеличение скорости. Значит, расчет задачи идёт в течение, там, сколько-либо месяца? Мы её считаем с тобой. Задача идёт срочно. Всё, я кончил. АПЛОДИСМЕНТЫ Так что, вот, в нашей стране, хочу задуматься, мы опережаем западных наших стартов, что мы и делаем, где они будут. Покажите, конечно. Нельзя говорить, что наше новое руководство не бывает. У нас лучшие, но лучше не школы. Даже быть счастливым, что учитесь в бюфи-бюфи, выдающиеся здесь, то есть выдающиеся цитаты. Вы учите физику. Потому что физика – это главное. А в математическом языке, на главном языке, на главном языке. Ну и другие страны. Ну и другие страны. Замечательные профессора. Да, пожалуйста. Можете вы ещё раз кратко выручите, чем принципиально сверхтого первого типа, от второго типа? А, принципиально у них механизмы разные. Значит, механизм первого типа – это развитие тепловой неустойчивости, выраженным гидреем. А механизм второго типа – это коллапс. Коллапс ведущего образования протонетерной звезды, последующего выхода нейтрерного излучения и сброса. Это определяется массой сверхтого первого типа – это обычные голые звезды с массой где-то порядка полтора-две солнечных массы. Вообще, на самом деле, они до семи могут быть, до семи-восьми солнечных масс. А вот традиционно, считается, сверхтого второго типа – это звезды более тяжелые, чем десять-пятнадцать. А вот диапазон от восемь до пятнадцати – вот этот диапазон, который мы считаем, что наш механизм взрывов, когда происходит перестойка от термоядного горения к железному виду, происходит неустойчивость за счет развития масштабной конвертиции, которая ведет к дальнейшему взрыву. И, на самом деле, вот эта звезда, которая была зародована предшественницей второго пятнадцатого восемьдесятого года, у нее масса по предварительным властям-тубам, где-то порядка двенадцать солнечных масс. А на самом деле это да? Сейчас, то есть это получается все-таки сверхтого второго типа? Чего? Вот 1987а – это сверхтого какого типа? Понимаете, в чем дело? Дело в том, что говорят первый и второй типы по кривому резку. А механизм взрывов связан с внутренним строением. Вот механизм взрывов связан только через промежуточный этап, который не очень хорошо известен – теория эволюции. Теория эволюции хорошо построена. Теория эволюции сферически-симметричных случаев. Но, на самом деле, там важно и вращение, и магнитное поле, и не очень хорошо известны реакции так называемого астрофизических сторон. Теория эволюции сферически-симметричных случаев. Если у вас температура не очень... Например, вы знаете, какое характерное время горения, так сказать, водородов и солнца? Вообще сферически? Это примерно выделение энергии, соответственно, у меня есть. Бесов. Только получаем солнце, а потом начинка, это колоссальная область. А во время там очень медленно. Потому что это очень медленно. И мы не можем из фоны из грязи хорошо их померить, ну, от уважающих комплексов. Не можем очень хорошо померить реакции по статистическому структуру. И нам приходится использовать теоретические интерполяции. Ну, на основе там Пауэлл-фидера, или там, по-моему, сейчас, как называется, теория эволюционных систем. Теория эволюции очень интересная вещь. Ну, больше, по-моему, еще одну. Еще, пожалуйста, вопросы. Болюхан, правильно ли я помню, что в 87 году, как раз перед взрывом, этой Зверхновой, на станции Мир был выведен на битуле и Мгенхеновским тюрьмсков. Буквально через какое-то минимальное время произошел взрыв, да? Ну, примерно. Да, да, а вот тут, кажется, это вот этот, который я показываю, это камболиния, значит камболиния. А это делаем на мире и в конце. А на мире тут группа чуняется, да? Еще есть вопросы? Ну давайте поблагодарим еще раз. У нас все идет по плану. В 17.15 кофе-брейк, в 17.45 лекция профессора Минлина. Я прошу всех пить и пригласить всех своих коллег.